Всем привет, всем в очередной раз привет. Мы возвращаемся в студию аналитики. По традиции мы уже возвращаемся не все. Сейчас мы потеряли Ласта. Дмитрий Лост для нас потерян. Но ничего, мы проведем свою аналитику без Ласта. Только что закончился матч Na'Vi против IG. Ну как только что, где-то час назад уже он закончился. И Na'Vi впервые, принимая участие на ланах Старладера, уходят не чемпионами и даже там не занимают ни второе, ни третье место, а остаются на пятой, шестой позиции и покидают тем самым турнир. Ну вот мы можем посмотреть турнирную таблицу, как она изменилась после последнего матча. И мы видим, что Empire против IG сыграют завтра в рамках полуфинала лозеров. Это best of 3 уже матч. Победитель этого матча встретится с проигравшим пары DK против EG, которые сыграют сегодня, где-то минут через 20. Ну, все, это уже best of 3 и гранд финал у нас будет best of 5. Ну а мы будем анализировать игру Na'Vi против IG. Первые впечатления об этой игре. Я очень сильно расстроился, смотря вообще на Na'Vi. Но это не те Na'Vi, на которых приятно смотреть. Это не та игра и не те герои. Это первые два пика Dazzle Trend, пассив. Na'Vi вообще славится тем, что что-то делают первые 15 минут. Они захватывают преимущество в любом матче. Но этот пик, он позволял так сделать, но они ничего не делали. Ну да, действительно. То есть не совсем то, к чему привыкли, может быть, сами Na'Vi. Но, тем не менее, у них был Dazzle Trend и Луна на легкой. Более того, Луна покупала себе базил на пену, то есть с колечком шла на линию. То есть была заготовка под пуш, но пуша вообще не произошло. То есть не собирались, видимо, суппорты команды Na'Vi пушить. Хотя хвост, видимо, собирался, раз покупал базил. То есть получается, какой-то дев-герой у Na'Vi не очень привычно это видеть даже от них. Вот в чем дело. В итоге, когда возможность была что-то подпушить, произошел ганг на Дэнди в миде. Туда топнулся Кроки, не смог засейвить. Ну, точнее, он кинул там Грейв, вроде почти засейвил, но все равно Дэнди умер. И в итоге потрачено ТП, потрачено время, потрачено ман, все потрачено. На ФБ все равно отдано, пуша так и нет. Полное бездействие, в то время как IG идут забирать один тавр, идут забирать второй тавр, навязывать свою игру. Я вот хочу к драфту вернуться, если можно. А твой экран вроде как не выводится. Не выводится, но на 6.23, если я включу, на 6.23. На 6.23 не игры, а во время, в принципе, всего репоя, да? Да, да, да. Ну, вообще, это пики просто будут. Нет, тяжело, а? Вот до пика Timbersaw, вот сейчас вот пикнется Адриада, да? Вот, тут можно паузу поставить. И вот что мы видим у IG? У них подразумевается вот этот ранний пуш. То, что Адриада, по-любому, у тебя будет на какой-то ранней минуте сноситься верхняя пушка. ДК своей формой будет подкотсывать миддл тавр. Ну, потом, как раз, если он его не добьет туда, сместится после верхнего тавра Дриада с каким-то последним суппортом. Нави отвечает на этот пик Дриады, зная, что так будет. Отвечает Timbersaw, герой, который не делает ничего. Нет никакого отспама. Они себя обрекают этим пиком Timbersaw на то, что у них пушки будут падать одна задняя. Ну да, и последним героем они набирают... То есть, как ты можешь обороняться вообще в доте? Ну, каким образом можно строить свою защиту в этой игре? Ты либо берешь от спама много, то есть, героев, которые будут откидываться скиллами от тавра. К твоему тавру подошли, а у тебя там, скажем, ну, Клокверк, там, ВР, какой-нибудь пак. Они кинулись в скиллы, крипы умерли, враг не может запушить. Либо так, либо дракой какой-то. То есть, ты берешь более сильную драку. И к тебе пришли к тавру, а ты подрался, выиграл драку, вот ты как бы одефил и молодец. Но у Na'Vi получился вот этот шторм, который, ну, очень слабый в таких начальных драках. Ну, что он делает? Ну, поймает он кого-то. Но у него ни урона, ничего нет. Действительно, сам Дэнни говорил, что он предлагал взять Акашу. Может быть, больше смысла было бы в Акашу. Может быть, больше смысла было бы взять какого-то жирного героя танка. Там, скажем, Алхимик, Дум, что-нибудь такое. Но мне кажется, что тут дело даже не в том, кто в итоге оказался на медиа, а как они распорядились с начальным своим временем. Потому что, ну... Ну, стандартное. Вот тебе, когда идут пушить верхнюю пушку, либо ты героями, которые могут задефить эту пушку, ты идешь туда и дефишь, да, не отдаешь максимальное количество времени. Либо ты сам идешь в размен на третьей минуте спокойно с катапультой и после пула, с полторы пачки крипов, катапульта подъезжает, ты идешь спокойно, под базил луны пушить. Может даже не одну пушку, может даже две. Да, вот как раз можно включить мой монитор. Тут это станет наглядно видно. Все, вот, IG сейчас пушит тавр. Вот у них тут совух, дряда, втроем пришли. Можно также пушить сейчас вниз хвосту. Тут есть базилка. Но хвост это всегда делает. Он всегда пушит пушку. Да, да, но здесь такая ситуация, что Пупей почему-то находится вот здесь, второго уровня с ботинком. Он просто пришел сюда. А что он тут сделает-то? Что они тут собираются сделать? Я не знаю, что они тут собираются сделать. Вместо того, чтобы пойти и забрать что-то в ответ, они просто постояли, посмотрели, как у них упал тавр. Пупей, более того, получается, что он еще и экспу. Да, забрали всю экспу у Фанника, он так себе бедный третьего левела. Да, да, да. То есть имперсоу очень нужна экспа. Вместо того, чтобы эту экспу отдать ему тут и в это время забрать просто с другой стороны тоже пушку и быть в плюсе, получается, что, ну, как бы, просто бездействие. И вывод, Пупей дальше пошел. Крот и пошел. Защищать Дэнди. Да, и скоро вот так же приходят сейчас сюда IG пушить мидл. А теперь Пупей здесь. И опять нечем просто откидываться. То есть нету даже ни одного банального нюка, чтобы что-то сделать. Ну, вот они заберут, да, это фейты, но это, в принципе, ничего страшного. Это размен на тавр произошел. Это уже два тавра забираются в размен на одного героя всего, и при том суппорта. Это полная ерунда. Мог быть уже забран вот этот тавр легко, и мог быть забран уже даже, наверное, вот этот тавр. Ну, или они заставили бы сюда всех IG перетыпаться, что-то там. Ну, как-то начали бы их по игре катать, потому что, ну, не очень мобильный пик у IG из-за того, что там дриады. Ей не очень удобно тыпаться, прямо скажем. Да, ну, в какой момент вот была хорошая драка внизу, вот ее, наверное, будет интересно показать, потому что, как бы, когда идет сама игра, сложно сфокусироваться на каждом отдельном моменте, а сейчас можно увидеть, что стало причиной поражения Na'Vi в той драке, потому что сначала казалось, что... Ну, нехватки, просветки, это в первую очередь. Если был бы какой-то один сент ревард или дастик, когда ты играешь против Патмы, а Патма уже приличный левел, и, понятное дело, что у него ульта. Если ты собираешься против него драться, то тебе это... Ну да, ну тут вот можем посмотреть этот момент. Действительно, момент очень важный в игре, потому что до этого момента, ну, еще все было терпимо. Na'Vi проиграли 1500 по голде, но ввели 1500 по XP, то есть все ровно. Важный момент. Дэнди идет в инвизе, и IG знает, что у Дэнди инвиз, они видели это вот по этому ворду, инвиз вот тут вот лежал, по идее. И вот ставится сентри сразу. Ну, потому что знает, что Шторм может вот так вот в инвизе подойти. Видит Шторма он идет. И Дэнди сразу получает очень много дэмэджа. Он не умрет, но пришлось все потратить, чтобы он не умер. То есть уже не очень приятная ситуация для Na'Vi. Здесь Феррари пытаются убить. У них нет просветка, все, он мог бы просто уйти пешком, на самом деле. Но он решает дать дуалбресс. Ой, точнее, дуалбрессфайр. Это как бы он пожертвовал с собой, но он дэмэджа зато нанес много. Он выпил стики и поэтому вышел. Ну, он мог просто улететь, просветки-то не было. Отличный стан, да. Тут, на самом деле, Na'Vi имели все возможность выиграть эту драку, но вот Кентавр... Чуть-чуть, чуть-чуть, отлотайдем. Можем еще раз, да, посмотреть. Вот этот Кентавр, он действительно дал сумасшедший стан какой-то. 5 в 4, у Кентавра треть хп. Ну, на самом деле, дал он этот стан просто потому, что его не видели. Еще раз посмотрим. Кентавр в инвизе, нету просветки, нету синтри, ничего. Он подходит в четверых, станет. Он бы еще мог был дабл-ырш в купе и дать, он бы вообще всех бы убил. Он дал дабл-ырш в крайнего, не достало там. Ну, и вот в итоге, на самом деле, Итам за 170 голды, который зовется Дастом, да, порешал, возможно, здесь для Na'Vi всю игру. Ну, или синтри какие-нибудь. Но так как этого не было, действительно, ну, драка проиграна. Очень странная, конечно, игра от Na'Vi, но... С того момента, собственно, и началось это доминирование. Ну, доминирование началось уже раньше, потому что было видно, как они навязывают игру. Они забирают тебе твои пушки, а Na'Vi ничего не делают в ответ. Такой игре от Na'Vi очень редко увидишь. Часто против них такую игру можно видеть, когда они нагло начинают забирать пушки, поддавливать со всех сторон, поджимать, а их противник начинает теряться и думает, что попытки какие-то за девять тавр, там где-то не нужно попытки. Ну, так же как раз суппорты стягиваются, не понимают, что происходит. Да, да, да. Падает пушка, они идут уже на вторую пушку. Ну, как вот описание Na'Vi на Интернешнале. Они идут на пушку, забирают пушку. Забирают вторую пушку, потом они уже, когда они идут на третью пушку, они забирают уже и героев, которые там под пушками, потому что у них уже там итемов больше. И все, очень похожая история. Все верно. То есть Na'Vi, откровенно говоря, ну, потеряли нить своей же игры, пытались нащупать нить какой-то другой игры. И итог, вообще, когда команда теряет нить своей игры и начинает играть в чужую игру, итог всегда такой. Она всегда проигрывает. Ну, вот Na'Vi настигла участь. Да, я думаю, можем мы акцентировать именно как на команде Na'Vi, в принципе, их перформанс в этом году, потому что обычно, когда речь заходит об Интернешнале, то всегда Na'Vi ставится как команда, которая действительно может сопротивляться китайским грандам, азиатской дота-сцене и занимать топовые места. Ну да, они за три года ниже второго места не спускались. Да. Вот глядя на их выступление в этом году, что можно сказать? Интернешнл не за горами. Что ждет Na'Vi, если, в принципе, они будут играть на том же уровне, на котором они играют сейчас. Ну, а как ты думаешь, что их ждет? Ну, очевидно, ничего хорошего не ждет. Если они начнут тренироваться, анализировать свои игры, то, как они играли, вообще, что они делают, и анализировать противника перед играми, ну, хотя бы, вот как Дэнди сказал, мне несложно уделить час, чтобы сесть перед нашим ближайшим противником и уделить час на просмотры реплеев, кто как двигается, и Кока Кварды, и вообще их самые основные герои. Говорят, мне это несложно. Но почему-то я это не делаю. Ну, он не капитан команды. Он сказал, если бы я был... Это так, приватный разговор наш. Не стоит, может быть, и палить его особо. Но Дэнди, да, сказал, что у них в команде это отсутствует. Ну, и вообще, Na'Vi известна как команда, которая не тренируется, ну, не играет стандартные вот праки, как это называется. То есть они не собираются в пятером, не ищут себе противников, не анализируют они по этому же поводу свои игры. Не с каждой свою, а с каждой свою там они, наверное, конечно, анализируют, как любые хорошие игроки, но именно команда, то есть командное взаимодействие. И в итоге получается, что пока у тебя идет все как-то по накатанной, все получается. Как только что-то ломается, и ты можешь забыть, почему у тебя получалось. Нет, ну, потому что ты не анализировал, что ты делал, как оно получалось. Ну, вот Na'Vi, наверное, стоит начинать задуматься, потому что с подходом отсутствия тренировок и с подходом какого-то отсутствия анализа своих игр, своих ошибок, ну, мне кажется, с каждым месяцем, днем и даже минутой выигрывать становится все тяжелее, потому что желающих занять место Na'Vi на Олимпе, их очень много, которые хотят выиграть International там и так далее. И в присутствии такой конкуренции, конечно, рано или поздно тебя обойдут. Ну да, в прошлом году мы уже видели эту конкуренцию со стороны другого европейского коллектива, который тоже, кстати, занял 5-6 место на нашем турнире. Ну, будем надеяться, что Na'Vi подсоберутся, у них впереди достаточно много LAN-эвентов, BTS-турнир будет, потом ESL и DreamHack. То есть до International они еще... Сейчас, по-моему, они через 3-4 дня уезжают на DreamHack Бухареста. Да, вот еще DreamHack Бухареста, то есть 4, получается, у них LAN-эвента за, ну, в ближайшие 2 месяца и International. То есть, я думаю, могут они подсобраться и вернуться в то состояние, на котором они были перед третьим International, ну, и перед вторым непосредственно. Хвост хочет зайти к нам в кабинку. Иди, иди. Отказывается. В общем, да, отказался Хвост. Мы только что обсуждали его команду, видимо, почувствовал, почувствовал. Почуял, почуял. Запашок такой неприятный. Исходит из нашей студии. Да, да, да. Не, ну смысл. Слушай, запашок неприятный исходит из студии. Ну, что такое? В общем, следующая игра у нас уже через несколько минут. ДК против ЕГ. ЕГ смотрится на этом турнире просто замечательно. Так же, как и ДК. Да, как и ДК. В одну калитку идут без поражений. Не отдали даже ни одного сета никому. Собственно, как и ДК. Да, у ДК тоже 5-0. Да, всех крушат. И вот они встретились. Так и что думаете? Что? Ну, я не знаю. Мне все говорят ЕГЭ, там, артизи. Сейчас бабайщик их затрощит. Но я за ДК голосую здесь. Не знаю. Мне больше нравится, как они играют. По крайней мере, когда я увидел от ДК суппорт мипа, который там разнес всю карту в итоге, я понял, что их пул героев, которыми они могут играть, он просто вообще не кончается. Там, видимо, есть все герои. То есть они могут взять любого героя, пойти, поставить на него любого человека, отправить его на любую чуть ли не линию. Бернинг идет на Бонфлетчере в хард линию, когда у тебя мипа, суппорт в лесу. Нормальная команда? Да. Раньше от таких ДК это как-то, чтобы Бернинг пошел. Раньше такого действительно было трудно увидеть, а в то время как у ЕГЭ у них херопул намного меньше, и, может быть, можно забанить пару героев, и у них все станет намного хуже, чем обычно. Ну, да, ключевые герои ЕГЭ это кто у нас? На этом турнире это обсидиан, террент протектор, обсидиан, какая-нибудь там луна и так далее. Но луна это и термалендвит. Там их много, наверное, и термалендвит-герой почти там на всех играет, их керри, всех не перебанишь, а вот ключевые герои это тренд протектор, обсидиан играет с артизи почти все матчи на этом турнире. Ну, в общем, на самом деле, если артизи не будет играть и с эфом, с сиреной и обсидианом, то вот даже непонятно, кем он будет играть. Ну, да, но у него там... Давайте не будем забывать о Эмбере. А, да, Эмбер. Ну да, у него вчера там игра не пошла. Ну, вообще, да, он очень хорошо сирен. Но есть именно его топы, вот эти три героя, сирена, сф и апсид, которым он больше всего играет. Опа, это что такое? Это ДК вот в плей-оффе. Смотри, какой у них набор героев интересный. Качественный. Качественный, качественный. Вот такой взять. Какой-нибудь кенталу. В общем, игру ЕГЭ проще поломать, ну, на мой взгляд. Мне кажется, что да, вот Трента, возможно, будет бан. Хотя, может быть, не будет даже бана, потому что даже сегодня показали Эмпайр против Рокскиз, как можно Трента, его щит легко отконтрить при помощи этого. Даркс? Шадов Демона и... Да нет, Шадов Демон и там, инвокер. Которые просто взрывают в дезрабшене с Санстрайк и там никакой щит не спасает. То есть, посмотрим, может быть, ДК и не боятся никакого Трента. Ну, вот, кстати, букмекерские конторы отдают предпочтение именно ДК, а не ЕГЭ. Они что-то знают, видишь, они на этом деньги делают. То есть... Я с ними согласен. То есть, ты тоже склоняешься в ту сторону, что ДК сегодня выйдут победителями? Ну, да, меня так кажется. Почти все букмекерские конторы просто Ярику принадлежат. Это секрет такой. Поэтому на ДК. Тоже из личных разговоров. Вот ДК... Я думаю, никто не спорит, что, скорее всего, тут будет 2-1 в любом случае при любых раскладах. Или вы все же склоняетесь... Я за три игры. Честно, вот я хочу посмотреть. Прям вот... Видно, что обе команды они готовы, показывают свое вообще все умение. Я хочу вот три игры, но не так, чтобы там одна в одну калитку, другая в другую калитку, а третья прям вот какая-нибудь там на 700 минут. Нет, я хочу прям три качественные игры с хорошими замесами, без затупов, без загуливаний, без максимального количества фида. Прям такую уверенную хорошую доту посмотреть. Утопическая дота. Ну не, но обе команды показывают подобное. То есть обе команды... Ну ладно, если ДК, они там вчера против IG вели 50 тысяч, XP и не хотели сходить на рампу, ну бог. Ну они да, они более осторожны. Ну ладно, это они просто доигрывали на верочку. Это все простительно. Это на самом деле все понятно. Когда ты сидишь на сцене, они смотришь со стороны, то да, но они же на сцене не знают, что они ведут 50 тысяч, да? Они хотят все точно сделать уверенно. Тут, конечно, обвинять ничего не надо, но в остальном, то есть очень агрессивные, очень много передвижения от обоих команд по карте, то есть двигаются. Ну очень интересно играют и очень хорошие микро-макро обоих команд. Я думаю, что это будет очень классно. Координация хорошая между игроками. Да, я думаю, будет очень классная заруба. А вот сколько будет игр, это непонятно. Вот сколько будет игр. Ну да, это, кстати, первая, может быть, первая игра за два LAN сезона, которая может быть 2-1. То есть у нас за восьмой сезон не было ни одной игры Best of 3 больше, чем 2-0. И в этом сезоне пока тоже не было. То есть все как-то в одну сторону идет. Ну что же, по поводу команды ЕГЭ. У нас есть предматчевая интервью с молодым и перспективным игроком команды ЕГЭ Зай и это интервью для нас взял Виталий Волача. Я вам слово, Виталий. Спасибо огромное еще раз, Иван. Мы находимся здесь на предматчевом интервью с игроком команды ЕГЭ и сейчас мы с ним пообщаемся. Эй, Зай, то есть первая вопрос. Вы both, вы и ДК, не победили. в этом турнире. Когда вы приехали, вы планировали 5-0 до конца Среди? Нет. Я не ожидал, что это хорошо. Но в этом матче мы чувствуем я очень уверен. Многие люди в интернете, в Reddit, в Твире, они называют вас молодой альянсой. 16-17 лет они уничтожают все. Что вы думаете о вас? Вы в этом альянсой или в храни уничтожают? Я не буду участвовать в Альянсе, это довольно очевидно. Но это целый альянс, я не думаю, что это очень важно в видеогейках. Я думаю, это просто фед, что я 16 лет в школе. Может быть, кто-то Я думаю, что это Как они относятся к тому, что их многие называют молодые альянсы, что играют они в мега-агрессивном стиле, так как альянсы играли до этого. Я говорю, что играют и в этом самая главная суть. У вас какие-то супер-стратегии? Уже вы смотрели ДК игры? И что вы будете бен против ДК? Потому что никто не знает, что бен против ДК. Нет, мы пытались подготовить как мы могли. Петер обычно подняет много усилий в создании line-ups и drafts. Он обычно пройдет бен и пик до начала. начинка. Я думаю, что у нас есть определенный план. Я уверен, что вы не хотели спойлать, поэтому я не спросил. Я спросил, что ППД действительно перед каждым матчем он полностью прорабатывает систему и стратегию пиковых банов. Капитан команды и все работает очень хорошо в этом плане для них. Они готовы, но конечно же спойлать он не будет. Хорошо, good luck in game. И я передаю обратно слово нашей супер-офигительной студии-аналитики. Супер-офигенная студия-аналитики благодарит вас, Виталий, за это интервью. Ты заметил, как он бодрячком выглядит? Ну конечно. Вчера отдыхал, косил, косил. Не болел он ничего. Просто все. О, здравствуйте. А вас не ждали. Конечно. Дмитрий Куприянов, вы как-то, знаете, а у вас даже микрофон не будет. Вы можете просто присесть и в принципе замечательно, значит, я не особо нужен. И поулыбаться. Ну, в принципе, как тебе сказать, я тебе свой отдам, а ты можешь сказать пару слов по поводу игры IG и Na'Vi. У нас интерактивная аналитика пошла, тут что-то происходит. У нас экшн начинается. Только смотри, не матерись. Как вам два первых бана? тренд протектора, да, золот Na'Vi. Это пики. Ты бежал? Как вам два пика? Да, да, да. Ты-ка. Ну, это, по-моему, становится стандартной. Стандарт Na'Vi. Это стандарт этого турнира. А теперь мы будем слушать твое мнение. Просто монолог. Скажите, что было? Что, мое мнение, думаю, то, что Na'Vi взяли слишком пассивный пик, то есть понятно, что Uber late game, Uber минус арморы, пассивки и все остальное, но у IG открылось преимущество. Преимущество в виде того, что Na'Vi нечем. Дим, опять звук пропал, и у нас удивляются, как ты это делал. Я ничего не делал, я встал и батарея сел. Батарея села. Слушай, может, ты какой-то намагниченный? Димон, высокое напряжение. Да нет, мы, наверное, все же послушаем твое мнение. Я надеюсь, к нам придет человек и принесет нам батареечку. А чем бы нам пока заняться? Чем нам? Ну, мы можем туториал пройти, например, в Dota 2. Давай. Снайпер против фокса. Снайпер против фокса. Нет, это не то, это такой себе туториал. Изи-каточка. Кстати, вот снайпер-то два раза, по-моему, он на Starlander присутствовал. Может ли на лан-финал заехать? Как ты хорош просто. Ты темы берешь для обсуждения из облака. Ты знаешь, я думаю, что может заехать в любую секунду и начнет стрелять. Во время любой игры. Знаешь, я жду не снайпера, я жду Хускара. Дима готов. Дима готов? Я готов. В общем, как вы знаете, то что у Na'Vi всего один герой, который боеспособен на масса UE-Fight. В результате чего у IG появляется превосходство. НЧА может загангать вверх, может загангать центр, может пойти куда угодно и сломать что угодно. А у Na'Vi что? Тренд Dazzle. Ребята, нам нужны 6 лвла, нам нужны mass teamfight и по карте мы не делаем нифига. В результате Чуань сыграл, как там, был богоподобен. Мало того, что он разнес центр, пух их хлам. Пришел Dazzle, сделал ПТП, сделал все четко. Но ты Dazzle, у которого все что есть, это 5 секунд неуязвимости. А у Чуана Урса, которая дамаг, замедление и с руки наваливала. Такого никто не ожидал. В результате того, что… Как это никто не ожидал? Опять не работает? Не-не, все работает. Работает? Как это? Никто не ожидал. Вообще никто. Смотри на эту Урзу, такого никто не ожидал. У нас самый сильный крип, наверное, на ранней стаде. Самый сильный герой вообще в игре. В итоге все шло по дитовку IG. IG взяли агрессию и они ее реализовывали с каждым разом. То есть вот такой пик. Обычно видим мы нави, да? Пупей у нас всегда так играл. А тут, пожалуйста, центр убил, верх убил, тавер сверху убил. Пришел на центр, тавер убил. Пришел ты у тебя. Крипы, энчантрес, драгон кнайт в форме. Там еще стрелки, венга с аурами. А тут что у нас тут стоит? У нас, да, тренд, который кидает армор. Даззл, который хилит кого-то, кто-то, кто вносит дамаг. Шторм, который вообще не хочет прыгать никуда, потому что там миллион дамага. Луна, которая вообще не готова драться в крипах, потому что нет ауе урона. Идет миллион крипов, у нее ульта, а крипы стоят и никак. И кто у нас еще? Сейчас, кто у нас остался? Тимбер. Единственный, да, респект Тимбер, который мог хоть что-то сделать, но... Респект его. Он был недолевел. Да, он был на харде. А знаешь, почему он был недолевел? Потому что когда... Потому что Чуань. Нет. Ну, отчасти. Потому что когда IG пошли пушить его, весь его левел пришел и пупей забрал с ботинком на тринте. Говорит, Фаник, поделись, и к спуха идет. И в итоге начались драки, в которых обе команды понимали, что надо сражаться на полную. Нельзя сдаваться. Нужно вот именно сейчас сражаться за свои товара. И буквально все драки происходили на одном дыхании. Но IG банально были сильнее. Ничего не поделать. Там на самом деле мы уже просто разбирали. Да? Я тебе расскажу. Да? Дим, лучше все. Я все видел, я прекрасно. Аналитику для тебя. Нет, я понимаю, что были файты, где люди допускали ошибки. Нет, там на самом деле люди допустили одну глобальную, crucial, такая ошибка. Они не купили даст. Да? Да. И там все ушли в инвиз. И типа, аааа. И тут кентавр зашел в инвизе просто в четверых. Застанил в четверых и дабыл иджем их накрыл. И они вот проиграли драку. Которую могли выиграть. Потому что она началась с их минуса. Ну знаешь, когда у тебя саппорты, сначала нужно пролететь в мид, засевить своего керри. То есть в итоге ты потратил деньги на тп, ты его не засевил. Потом он появляется и говорит, купите мне тп, ты покупаешь второе тп. Потом говорят, купите варды, меня же Чуань бегает, гангает. В итоге… Это было. Ладно. Не, это и было. В общем, когда происходит такое сильное давление, то саппорты обычно все не успевают сделать. Вот. Ошибка. Ошибочка. Ошибочка чья? Саппортов. Ошибочка в результате того, что IG давили. Вот в этой игре они сыграли пустяще. Ну, на самом деле, мы уже тут тоже укрепили сомнение, что на Ви просто могли в ответочку точно так же давить хотя бы ТВРА на своей линии. Пушить слуной, даззлом и деревом легко можно запушить тавр трента. Что? Как трент? Да, ну конечно. Ну, трент нормально пушит в плане дэмэджа по тавру. Там больше 100 урона по тавру луны. То есть нормально это залетает. Но вместо этого Пупей пошел по карте гулять. Кроки начал втыпаться в мид. Ничего не было сделано. Отдали 3 тавра, не забрали ни одного тавра. Дальше уже денег, конечно, ни на что не хватает. Ни на дасты, ни на варды, ни на итемы. Спасибо. Пожалуйста. Благодарю. Да, Дим, мы еще обсуждали тут Na'Vi. Просто в принципе Na'Vi. И вот единственный, кто не высказался, это был ты по понятным причинам. Может, ты сейчас выскажешься про Na'Vi, про их перформанс в 2014 году и перспективы на будущие турниры, особенно International. Длительный перерыв, очень мало вместе играли. Да и вообще турниров очень мало играли за последние, по-моему, два месяца, не считая последних двух недель. И как было видно, ну как, по-моему, сами они иногда говорят, что они редко тренируются. В результате чего мы видим, что приходят они на турнир. Все игроки отличного уровня исполнения, но они себя заканяют в такие рамки, когда им реально нечего делать. То есть вместо того, чтобы пикать себе героев, там инвокеры, которые бьют, бегают, убегают, нападают, разводят, как у ДК. Там постоянно шалду демон, инвокеры, вся карта уже в страхе держится, кентавер. То здесь мы видим, тренд бегает, райт-клик, дазл бегает, ну тоже считай, райт-клик, да, и своих сейвит. Ну и единственное, ну и луна такой тоже средний райт-клик. Единственное, вот штормы и тимбер вдвоем тащили новые. То есть игроки оказались в ситуации, где их личный скилл решал немного, и все решала стратегическая игра. IG молодцы. А что насчет перспектив? Перспектива? Да. Ну может еще раз в Китай заехать, как в прошлом году, на Али-НВР. Они, как в прошлый раз, приехали, заняли. Китай сюда приехал. Потому что сейчас китайцы уедут, и пока… Живань, подожми. Живань, возьми в чемодан. Ну вот Na'Vi же решили не играть на WPC Ace. Ну если забивать WPC Ace, сколько он длится длительное время, то некомфортно. Лучше ехать на менее продолжительный турнир. Нет, сам WPC Ace длится долго, но именно LAN-часть, из которой выходят 6 китайско-азиатских команд. То есть там еще малазийцы, титаны выйдут. И западная квалификация, в которую прошли у нас Альянсы и Cloud9, то есть в эту западную квалификацию не записались. Здесь уже фактор Na'Vi, потому что они уже раз были в Шанхае. И очень много влияет фактор месторасположения, где находятся. Насколько я знаю, Шанхай – это самый населенный город, по-моему, в мире, если не… Нет. Хорошо, один из самых населенных городов. Гуанчжоу. Давайте это обсудим. Проанализируем население. Википедия. Википедия. Если можно включить экран NS, он сейчас покажет. То есть по-другому Na'Vi не особо, по-моему, хотят уезжать куда-то далеко. Учитывая, что до данного момента все думали, что Европа – это топ мировой Dota. А сейчас, как оказывается… Ну подожди, Empire еще в строю. Нет, я не говорю по-моему. Я говорю, в общем, все до этого момента думали, что Na'Vi альянс – это гранда мировой Dota. А сейчас мы видим другой расклад, что теперь уже полезно и им к нам ездить, и нам к ним. Подожди, кому поля? Поплавать, что ли? Китайцам к европейцам, европейцам к китайцам. Хотя, учитывая то, насколько хорошо выступает EG, возможно, скоро все в Америку. Все поедем в Америку. Ну вот, кстати, кроме EG, ни одной команды нет, которая имеет такие же хорошие результаты. В смысле, ни одна команда C9. Ну, не проперлись они немножко? Ну, в смысле, они… Ну, как их можно, как американскую команду представить? Да, считывая, что там только два… Канадца и три европейца. Я не знаю, для меня это американская команда. Учитывая то, что они играли квалификацию на европейском StarLadder. Послушай, я играю с ними на StarLadder. А, нет, не на StarLadder, где-то там. И на StarLadder ты с ними тоже играешь. Ну, и там проигрываю. Ну, неважно. И там они мне говорят, ставь американский хост. Значит, они американцы? Ну, а на StarLadder они тебе не говорят, ставь американский хост и… И они топ-5 заняли. И они топ-5 заняли, да. Знаешь почему? Ну, потому что они не говорят мне вот так вот. Я понял. Я тебя понял. Хотел бы я уточнить, что у нас по игре можем ли мы переключаться на игру или же еще пока нет. Зачем нам переключаться на игру? Да, у нас тут своя атмосфера. Давай. А как, смотри. Ну, ты на клаве, я на мышке. Подожди. А вы предположение делали уже, да, по поводу ДК и ИГ? Ой, это, короче, да, делали. Ну, ты тоже можешь сделать. Я на ИГ поставил. А я на ДК поставил. Да. Итак, твое решающее слово. ДК. Хорошо, давай, Петюр. Красава. Поддержишь меня с эликансами? ДК. Да, и мнение кого-то волнует. А я не высказываю свое мнение. Я говорю вам, что говорить, и вы дальше уже сами свое мнение высказываете. Да, все мы пляшем. Под чью-то дудочку. Эх ты. Ну, ребят, простите, конечно. Ну, что поделать. Ну, на кого ты сам поставишь? Я? Я на ИГ. Я на ИГ на всем турнире вообще. Считаю, что они тупо один займут. Я на IG вообще на всем турнире ставлю. Но ставил и теперь до сих пор ставлю. Вот теперь Ло. Он загорелся дотой. Он понял, в чем смысл. Кстати, хочу добавить, что пока видно, что если все команды как-то подстраиваются друг по другу, то у нас два этих коллектива абсолютно в своем стиле играют. То есть ни ДК, ни ЕГ не брали то, чем играет соперник, и всегда свое пикали. Это значит… Да. Ну, поэтому это означает, что обе команды абсолютно уверены в своем стиле. Ну, да. Но мне кажется, они сейчас будут гнуть свою линию дальше. По крайней мере, до первых поражений одной или другой. Ну, это логично. Ты пока не проигрываешь, ты не берешь чужого. Зачем тебе что-то, если у тебя свое работает? Как только начинается поражение… Не, ну кто-то продолжает играть в свое, а кого-то плавит, и пошло-поехало. Тренд, дазл… Айджи вчера просто тоже по этой же схеме проигрывали с ДК. Ну, у них тоже был первый пик, тренд, дазл… Ну, насчет Айджи, я не знаю, два дня я подходил к Чуаню и как-то спрашивал, почему вы пикаете такое, за счет чего он сказал, я сам не знаю, братиш, что за пигня. У меня интересный момент был. Как раз Айджи пикали вчера в тренд, дазл, а сегодня Дэнни спрашивают… Смайл, тебя же не слышно. Ну, ладно. Ну, ты можешь… Я не передал, я не скажу. Да я знаю, я же там был. Дэнди спросил у Чуани, почему проиграли, и что им ответил в Москве только. Подожди, то есть мы можем как это, как будто мы интервью берем, типа. Смайл сказал… Повтори, повтори, что ты сказал. Я не знаю. Да я знаю, я там был. Да, типа Дэнди такой сидит спрашивает у Чуаня. Чуань, ну он у всех вообще спрашивал у Дэнди. Он говорит, эй, подойди сюда, парниша, скажи, почему я проиграл. Ну и Чуань тоже подозвал и говорит, Чуань, почему мы проиграли? Чуань говорит, первые два пика у вас плохие. Краткая сестра таланта. Ну, больше он не смог на английском языке. Ну, просто видно было по Чуаня, что когда они вчера играли в тренд-дазл, они уже от этой темы отошли. Они поняли, что что-то не так. Ну да. Надо как-то менять наш драфт, да? Кстати, мнение Чуаня по поводу того, почему они выиграли, потому что Чуаня сказал, потому что я сыграл как царь. Ну, на самом деле так и было, что Чуань захватил себе самого активного героя, который может делать все, что угодно первые десять минут. Да, и он, пожалуйста, он как и саппорт, как и кэрри накрутил. Скоро у нас, возможно, будет противостояние ММА против Чуана. О, за мипа на ферст пик, типа. Против Дриады, да. Нет, но Чуань тоже на мипа катать нормально, не помнишь? Я помню. Я помню. Олл Старс. Олл Старс матч, да. Нормально ведь там Чуаня раздавал. Ну, если уж нормально, то нормально заходил сам как герой геомансер, потому что убивать его было нечем. И это халява. Хотите проанализировать Олл Старс матч на третьем интердешенале? Олл Старс матч запускает. Я могу проанализировать Олл Старс матч. То есть что было? Люди пикают, пикают, фан, фан, фан. В один момент одна команда видит, о, четыре милишника, давай я пикнем Умник Найта, это фан. Умник Найт. Он и Урсу. Урса всех убивает, а Умник Найт дает всем неуязвимость. И в итоге игра такая происходит, что бегает Умник Найт, за ним бегают четыре героя, и команда номер два думает, а что нам делать вообще? Нам пятью милишниками. Ну и в итоге они тащили как могли новые. Remember no fun. Да, ну в итоге, да. А кто пикнул Умник Найта? Пупей. Капитан Пупей. Фан. Капитан Фан. Реально получал удовольствие на том, как он их на Умник Найт. Мне понравилась игра на Аксе, когда он прыгает, даже если пятерых стягивает, Умник Найт жмет ультимейт и ноль дамага. Давай будем откровенно, если ты стянешь пятерых, Умник Найт не жмет ультимейт. Ты его стянул. Ну хорошо, ладно, четверых давай. Ну это я вкратце. Просто я знаю эту историю вечную из папочки. Кто не рассказывает, всегда-всегда в пятерых прыгнул. Всегда пятерых стянул, пятерых застанил. Каспер зачастую в пятерых стягивает. Нет, Каспер только пятерых. Он даже скиллы, у него даже пальцы не на кнопке, пока там не пять. Он Кстасина укачивает в то время, как пятерых стягивает обычно. Ну что же, скоро. Скоро. Давай еще, Дима. Ну там проблемы какие-то с мониторами у товарищей. Я бы спросил вас двоих, ну и Серегу. Как вы считаете, почему у ДК настолько непредсказуемые пики? Учитывая, что, во-первых, мало того, что они свапаются линиями довольно регулярно. Во-вторых, они часто меняются ролями, кто что делает. Берник бегает вообще как с саппортом. В-третьих, у них, как говорил когда-то Ярик, у них пик… Где ты такой вообще увидишь? Ну разве что в паблике, да? А, уже отвечал, да? Я не знаю. Мне кажется, вам, слышишь, вам для более живой интерактивности нужно либо тереться друг об друга и так друг другу… Ну да, да, щечками тереться и микрофон говорить, либо это… Либо еще что-то придумать. В общем, ответ из того, что я нашел… Ты сам ответь на свои вопросы, это же круто. Ну это я просто ваше мнение спрашиваю, поскольку вы не отвечаете. Ну давай, ты скажи свое, а я потом скажу свое. Да, очень высокий личный скилл у каждого игрока. Это было мое мнение. Да? Да, именно так. И, по ходу, они когда пикают… Там нет такого, что пикает один капитан и четверо сидят, молчат. Больше похоже на то, что пикает Муш или Бернинг сейчас. Или они там чередуются. И каждый там говорит, вот сейчас я на этом покараю. А я вот это сделаю. Смайл докажет? Это было мое мнение, я так же говорил. Это самый творческий момент, когда пять людей строят общую систему. Потому что временами мы видим, как что-то происходит в пике. И кто-то там ВКонтакте сидит, кто-то там с кем-то вообще по скайпу говорит. Ну это я про наши СНГ. СНГ, да. А там ребята молодцы. А там ребята уже настраивают. Ты посмотри на них. Они готовы. А это нас слышно еще, пока их показывают? Да, слышно. А ты хочешь уже что-то такое сказать не для стрима что-то? Ну кто его знает. Мне, кстати, нравится вот еще как у ЕГЭ Артези. Ну вообще ЕГЭ, как они сидят, чтобы не происходило на сцене. Чтобы не происходило в игре, они сидят, сосредоточатся, как будто зала нет. То есть видно, что ребята в свои 16 лет они полностью сосредоточены. Ничто не способно их внимание отвлекать. И это на самом деле огромный плюс для такого молодого возраста. Обычно мы видим, как приходят малые и малейшие крик в зале там, то все они теряются. А тут наоборот. Ребята умеют характер показать. Ну он Артези на первый лан свой приехал, забрал первое место и уехал домой. Ну, первый чемпион вселенной. Какой вселенной? Нашей вселенной. Ну Артези. Потому что я MLG взял. Ну да. Я понял. Да, у Артези потрясающий счет по ланам 1-0. Сто процентный винрейт. Сто процентный винрейт. Может быть... Как стоп? Два лана. А этот... Монстр. Монстр NRG. Это что такое? Ну это какой-то турнир на 4... C9 выиграли там, да? Нет, там EGUC9. Да, EGUC9 или XMJ. По-моему, Монстр NRG. Там еще был Ликвид и Ехак команда. Ликвид и Ехак, да. Видел такой турнир я? Хорошая игра. Да. Вот 2-0 по ланам у Артези. И пока он идет к тому, что может быть и 3-0. Пока Артези у нас идет по пути альянсов. Как и в прошлом году. Он появился в начале этого года. Выиграл MLG. Да? Да. Да. И идет пока без поражений. Подожди, в каком начале этого года? Он появился в начале... Ну короче... Хорошо. На лане он появился в начале MLG. И пока он появился в поражении. Альянс... Да, в начале MLG он был, да. Альянс. Он в конце был и финале играл. Тебе так скажу. У MLG, Дим, было в ноябре где-то, по-моему. Замечаю. Вот он появился приблизительно как альянс. То есть похожие моменты. И сейчас идет так же. Он же до этого... Молодец. Он, по-моему, играл до этого то ли в Каипе, то ли еще где-то. Потом ушел. Потому что школьник. Ну да, 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 было дело. Короче, он играл в Каипе с Энви, там, с Пайлайдем, с Боном. Потом его куда-то, ну, подкикальнули почему-то. А потом обратно взяли. А, нет, подожди, его же не взяли. Он же в ЕГ ушел. Ну да. Потом он ушел в ЕГ и теперь он берет Энви. А теперь он берет Энви, да. То есть как-то так. Изначально, да. Изначально в Каипе он играл. А почему он ушел? Потому что родители запретили ему в дотку играть. А потом он как-то говорит, о, слушаю. Мамуль, дай скатаю. Да, он, наверное, как-то маму обманул. Сказал, мам, меня в лагерь друзья приглашают, короче. А сам, ну нет, он типа сказал, а сам на MLG приезжает, такой спачкает баксов. Говорит, мама, гуляем. И все. Да, ну. Мама, я чемпион мира. Ну да, и с тех пор, походу, мама чуть попустила его, и теперь он может. Разошелся, малой. Почему-то даже. Времена неспокойные. Особенно там, я думаю, думают, что тут неспокойно. Медведи русские по улицам. Все дела. Так, товарищ Артур Бабаев боится русских медведей, по-вашему? Ну, не знаю. А ты думаешь, в Узбекистане много русских медведей? Там как минимум узбекские. Узбекские медведи. Я понял. Классификация медведей по регионам. Ну что же, мы закругляемся, передаем слово в зал, передаем слово комментаторам, и уже буквально через несколько минут начнется заруба между китайской командой ДК и американской командой. Как переводится ДК? На эти и другие вопросы мы ответим в следующей аналитике, а пока у нас ДК против ЕГЭ. Смотрим.